Парк Культуры Ребят, тут, наверное, объяснить нужно. Просто нашего Лёху перед самым выступлением бросила баба. Не называй её так. А, извини, бросила тёлка. Вот так нормально, так называй. Лёх, тебе может помочь? Уйди. Я хочу побыть один. Пусть все уйдут. Ребят, встаньте, реально, визитка пять минут. Ну, недолго там, подышите воздухом. Нет, пусть останутся. А, нет, оставайтесь. Ну, никто и не встал, конечно. Вот, девушка, можно вас попросить? Скажите, да, прям вас громко. «Лёша, я тебя люблю». Ну, скажи. «Лёша, я тебя люблю». Как здорово, так хорошо. Бабочки в животе, господи. Я тоже тебя люблю. Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье. Мы будем слушать группу «Лесоповал». Слушай, в личную жизнь устроили. Надо как-то ещё четвертушку, восьмушку выиграть. Ну и четвертушку тоже. Начнём. Команда КВН «Парк культуры». Из культуры у нас только название. Поехали. Дорогие друзья, давайте представим. Черепаха Тортилла смотрит видео со своего выпускного. Представьте, Тимоти пришёл в больничку на укольчике. А, слышь, ты чё такая дерзкая? Последнее время преступники стали очень изобретательны. И полиции приходится придумывать всё новые и новые методы борьбы с ними. Да, там лысый череп моих всех... Мордов, мол, чем лежать работает психолог. Почему ты себя так ведёшь? Может, тебя родители в детстве били? Не, я сразу моральным уродом вырос. А, ну если хочешь поговорить об этом, приходи к нам в тюрьму по понедельникам. Представьте, маленькая девочка перебралась с детским шампанским. Ой, пусть мама услышит, пусть мама придёт. А, мать, тащи тазик. Зачем дочь? Купаться хочу. Сбылась мечта миллионов. Продавец-консультант попал в больницу. Можешь вам что-нибудь подсказать? Нет, нет, я сам посмотрю. Ну, если что, я рядом. Друзья, программа «Ревизорро» вновь приехала в Новосибирск. Ну что ж, всем привет, я Лена Летучая, и сегодня мы проверим самое популярное место в Новосибирске — пивная арена на вокзальной. Ну что ж, я надеваю свои традиционные белые перчаточки, пройдёмте. А, кто-то ручку уже зафоршмачил. Сколько пива стоит? Олег, бросай камеру и принципы, пойдём, я угощаю. Дорогие друзья, отличница забыла дома дневник. Поэтому они победили в войне. Молодец, Иванова, пять тебе. Давай, дневник. Марья Ивановна, мне очень нужна пятёрка, ставьте здесь, у меня шрам на пятёрочку похож, вам просто подпись. Хорошо. Спасибо. Ага, вот же он. И в дневнике пятёрочка. Дорогие друзья, в конце хотелось бы сказать, что в открытой лиге выступать лучше, чем в Барабинске. Ну, во-первых, во вторник, во-вторых, не в подвале, в-третьих, без кляпа во рту, очень удобно, очень удобно. Команда КВН «Парк культуры», спасибо. Ваши аплодисменты, команда КВН «Парк культуры», город Барабинск. Сейчас мы переходим к конкурсу «Разминка». Вопросы задают члены жюри, команды на них смешно отвечают. Ну что ж, кто задаст первый вопрос? Давайте первый вопрос задаст Роман Варамов. Под ваши аплодисменты, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Включите микрофон, Роман, там вот есть такая штука на нем. Здрасте! Участник высшей линии КВН, друзья, Роман Варламов. И не может включить микрофон. Привет, Максим, привет, зал, привет, Сергей, Леша. Всем еще раз здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Как вы знаете, скоро пройдет Евровидение, оно, кстати, будет юбилейное, проводится в 60-й раз, и будет Россию представлять Полина Гагарина. И у меня такой вопрос. Кого бы вы послали представлять Россию на этом замечательном конкурсе? И почему? Нет. Просто кого-то. Сейчас все будет фамилией называть, и все. Ну и ладно. Смешно же. Латоха! Смешно же. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Естественно, рубль, чтобы был поближе к евро. Отвечала сборная гига, друзья. Ответ от команды КВН Лехпром. Привет. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Меня, конечно. Ответ от команды Лехпром. Отвечает команда КВН Парк Культуры. Привет. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Не, ну Гагарину правильно, пусть будет первая. Отвечает команда КВН. В значит Ваха. А кого бы вы послали на Евровидение от России? А мы бы просто послали. Ответ от команды КВН «По любви». А кого бы вы послали на Евровидение от России? Вот все всегда в нашей стране. Посылают, а надо отправлять, поэтому и результат такой, что посылают постоянно. И, наконец, ответ от команды КВН «Все свои». А кого бы вы послали на Евровидение от России? Патрихан Щекинов. И еще один ответ, друзья, последний ответ от команды КВН «По культуры». А кого бы вы послали на Евровидение от России? Главное, чтобы микрофон включать умело. Спасибо, друзья, Роману Варламову. Давайте поаплодируем ему. Двигаемся дальше. Свой вопрос задает Сергей Лисовой. Здравствуйте. Здравствуйте, все люди. Я рад, что вы пришли. Приходите почаще. Завтра приходите. А куда? К Лехе куда-нибудь приходите, он зовет кого-то вас. Ладно, не суть. Мой вопрос. В общем, дело такое, ребята, хочу завести домашнее животное себе. Какое? Подскажите мне. И как бы вот его можно назвать по-вашему? Сразу же ответ на первой секунде от команды сборной гигов. Кто же это будет? Отчетился рукой. Получил Дюссалей все-таки? Да. Отвечает команда КВН «Лехпром». Какое животное мне завести и как его назвать? Послали из бременских музыкантов, чтобы за штанами далеко не ходить. Можно назвать просто вас. Окей. Хорошо, можно. Серега, рубашка у тебя замечательная. Нравится же всем рубашка у Максима. Если нравится, то похлопайся. Я сама весна сегодня просто. Видишь, всем нравится. Красиво, правда. Какое животное мне завести и как его назвать? Прошлое что, убил что ли? Ну? Это был ответ в команде КВН «Все свои». А вот почему у них есть скатерть, а у нас нету с Ромой? А? Потому что это... Там есть уважаемый человек, понимаешь, который представляет комитет по делам молодежи. Он свою привез просто и постелил. Вот. Роман думает, что им горячее принесут, а нам не надо. Роман может рубашку... Расстраивается. Отвечает команда КВН «Полюбви». Какое мне животное завести и как его назвать? Сереж, заведи меня, я неприхотлив. Хорошо. Это был ответ от команды КВН «Полюбви». Отвечает команда КВН «Парк культуры». Итак, какое животное мне завести и как его назвать? Сереж, мы как барабин с тебя советуем завести карася окунем, ты себе руку уже расцарапал. Хорошо. Отвечает команда КВН «В», значит «Ваха». Какое животное мне завести и как его назвать? Приходи в арену, там много разных животных. Хорошо, спасибо. И последний ответ от команды КВН «Все свои». Какое животное мне завести и как его назвать? Жирафа. Он ведь такой же красивый, как ты. Спасибо. Как кто, Серёжа? Спасибо, Максим. Спасибо, Сергей Лисовов, друзья. Следующий вопрос задаёт Курмашов Евгений. Друзья, всем добрый вечер. Ребят, вот я смотрел, читал все статьи и новости, которые в интернете, и на протяжении 10 дней была паника. Куда пропал Путин? И, следовательно, и этот вопрос вам. Куда пропал Путин? Ответ от команды КВН «По любви». Куда пропал Путин? Это не он пропал, это он нас потерял. Вот такой ответ. Ну? Отвечает команда КВН. Сборная гиков. Куда пропал Путин? Пропал Путин, забеременела Псаки. Совпадение? Не думаю. Отвечает команда КВН «По культуры». Куда пропал Путин? Там что-то Лёшка всех в гости звал. Хорошо, спасибо. Лехпром. Куда пропал Путин? Новая жена гимнастики учится. Еще один ответ от команды КВН «По любви». Куда пропал Путин? А кто голит, кто ищет? И последний ответ от команды... А нет, предпоследний ответ от команды КВН «ВС» значит «Ваха». Куда пропал Путин? А куда пропал Путин, никто никогда и не узнает. Тайна. Вот и все. Впервые ответ. Все, можно всем вставать и уходить. Подожди, сначала вопрос. Впервые ответ прозвучит до того, как прозвучит вопрос. Окей, Google. Куда пропал Путин? А? Вот это да. Большое спасибо. Спасибо Евгению, друзья. Давайте поаплодируем громче. Свой вопрос задают следующий. Евгений. Мистер Салат, друзья. Евгений Сайцев, ваши аплодисменты ему. Спасибо, всем добрый вечер. Вопрос такой, мало кто знает, но... Это из старого КВН, а так начинались разминки обычные. Признак как там сильной волевой девушки, да? Это покупка кота. Вот. То есть есть такие, да, в зале? Следовательно вопрос. А признак сильного волевого мужчины тогда в чем заключается? Сразу ответ от команды Парк Культуры. В чем заключается признак сильного волевого мужчины? Тут надо к Сереге вопрос, он какое-то животное завести хочет тоже. Аплодисменты. Спасибо. С разминкой отвечает команда Лехпром. Признак сильного волевого мужчины. Покупка сильной волевой женщины. Какой отец, ты же просто заждарал. Прям покупка, прям. Покупка. Есть же магазины. И скупать может сильную волевую женщину. А у тебя есть спот? Нет. Есть домашнее животное какое-нибудь? Нет. Интересно. А, сильно независимая женщина. Всем интересно в зале? Все сидят и смотрят? Отвечает команда Команд по любви. Скоро дочка-то точно уже появится у него. Признак сильного волевого мужчины. Мне не нужны признаки. Вот это да! Хотя бы усы, не знаю. Есть ли еще ответы у команд? Есть еще один ответ у команды Парк Культуры. Признаки сильного волевого мужчины. Жень, ну ты меня понимаешь. Да. Есть ли еще ответы у команд? Вот у меня Ваха еще не ответила. Пять, четыре, три. Вот есть ответ от команды сборной гиков. Признаки сильного волевого мужчины. Он жмет от груди сотку. Он же сильный, волевой. Ну, че вы? Отвечает команда КВН. Это из ГТА, из пятого, видимо, да? Все свои. Ого. Можно заново вопрос начать, чтобы подольше на тебя посмотреть? Ладно. Признаки сильного волевого мужчины. Кадык. Заведи себе кадык. Все, это были все ответы. Аплодисменты Евгения Сальцева, друзья! Еще один вопрос от Сергея Ганкина. Всем добрый вечер. Привет, Серега. Серьезно, с вчерашнего дня хожу под впечатлением от рассказа своего друга. Друг работает на стройке в Тюмени, строит мосты. Вот, и он там своей девушке выварил из 720-й трубы, чтобы понимали, это больше полуметра. Кстати, друг здесь находится, не буду показывать на него пальцем. Вот. Он из трубы выварил для своей девушки сердце металлическое. То есть прямо в трубе. И привез из Тюмени и подарил ей в Новосибирске это сердце. Вот. А какие вы делали подарки или сделаете подарки со своим вторым половинком? Так это не девушка, он с ней так просто шура-мура. Просто на стройке трубу спалить. 720-ю. Какая девушка? И не газовая труба, кстати, да? Какая девушка, когда парень дарит сердце просто из металлической трубы? Ответ от команды КВСЕ СВОИ. Полностью. Полностью? Серьезно? А у меня есть друг, и он выварил, ну чтобы вы понимали, выварил это, вырезал из трубы большой. Я же правильно говорю, да? Вот. Сердце. Ей. Вот. Из металлической большой трубы. И привез из Тюмени сюда и подарил ей. А какие вы подарки делаете своим вторым половинком? Вот он, сильный волевой мужик. Ответ от команды КВНВ значит «Ваха». Если бы ты ее увидел, ты бы никогда так не сказал. Что это сильный волевой мужик. Вот. А какие вы подарки делаете своим вторым половинком? Сильной волевой женщине не нужен подарок. Такой ответ. Отвечает команда КВН «Лехпром». Я для Дашки купил оленя. Сначала купил, потом убил. Итак. Это ответ. Это вопрос. Если и... О, друзья! Эй, Кугрушев забил гол в Агриногорску. Ура! Всем пятерки за сберку! Шестерки! Все победили! Кугрушев первый гол, друзья. Вот. Я сейчас не знаю, как порадовать кого-то. После болтания отвечают. Согласен. Вот. А как вы... Что вы дарите подарки? Какие вы дарите подарки вторым половинкам? Ээээ... Доширак дважды запариваю. Нормально. Шестерка. Ответ от команды КВН «Се свои». А какие вы подарки дарите полностью опять? У нас просто через 20 минут уже аренда зала заканчивается, поэтому давай быстрее. Вот. Какие вы дарите подарки своим вторым половинкам? Эээ... Можно спросить, а по документам как это прошло? Труба там... Не знаю. Его ищут теперь. Лидер группы Кармен отвечает, друзья. Просто интересно, как по документам просто... Человек просто поинтересовался. А как по документам это? Вопрос, Сергей, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а что вы дарите вторым половинкам? Ну, я не знаю, но у меня друг своей девушке под окнами, карбюраторами, я тебя люблю, выложил. Это, кстати, один и тот же человек. А что вы дарите своим вторым половинкам? Я ей завязал глаза. Можно, пожалуйста, полностью? Так. По любви. Это. А... Скажите, а что вы дарите своим вторым половинкам? Ну, история там. А, известно. Ну, познакомились мы с нашим, с моим другом, давным-давно. Вот. И он сейчас закончил институт, и в Тюмени строит мосты. И вот тут недавно вырезал из большой трубы 720-й. Вот. Сердце. Что вы дарите своим вторым половинкам? Да не, шучу, все нормально. Ну, типа разминать. Спасибо. А что вы дарите своим вторым половинкам? Реалити-квест. Короче, приветствую в Ленёва, а сам уехал. Друзья, а мы не зря. Вышли под барабинский рэп, потому что поем мы плохо, а по сравнению с ними еще не че так. Ну и вообще, помимо барабинского рэпа, в мире есть очень много странностей, про которые мы вам сейчас и споем. Этот мир не так уж прост, жизнь полна чудес. Есть абсурд и есть бред. Ну, Лёха, ты готов? Ну, давай споем. Это Клуб. Это Клуб. Ну, давай начинай. Начинай. Отовсюду он звучит, повод есть всегда. Вот а-та-та-та-та-тан, та-та-та-та-тан. Такой вот бред звучит. Он готов всегда, он идёт. Женский плач. Ты меня не любишь. Женский плач. Женский плач. Муфасу убили. Женский плач. Господи, я так рада. В целом мире он один, он за доброту, он как будто мими, но он вообще прям мил. Он вообще один на всей планете, такой друзья. Добрый мент, под фуражкой носит нимб. Добрый мент, покормил с руки бомжа. Добрый мент, пузо вниз не отвисает. Добрый мент. Вот такой, друзья, у нас по радиусу есть добрый мент. Ну а сейчас очень-очень-очень странные штуки в нашем городе. Свингер-клуб. Чё вы толпой на одного? Свингер-клуб. Да я просто мим проходил. Лысый кот. Фу, тварь какая. Лысый кот. Он чё, как будто проскорил? Русский рэп. Фу, убери это от меня. Всё, конец. Поклонись вас. Всё, пока. Команда Квен Парк Культуры, друзья, город Барабин.